Порода свиней – крупное белое описание. Выращиванием свиней занимаются фермеры многих стран мира. Выгода от их разведения очевидна, при правильном содержании и уходе можно получить большое количество мяса, сала, а также как побочный продукт свиные шкуры, который используется для изготовления обуви, сумок, кошельков и многих других вещей. Естественно, что фермеры предпочитают разводить все породы свиней, которые отличаются наивысшей мясной продуктивностью. Поэтому в данной статье будет рассказано об одной из таких свинок – крупной белой породии. Общая информация о породе. Крупная белая порода свиней невероятно популярна во всем мире. Ее выявили селекционеры из Великобритании из Йоркширского графства в XIX веке. Для скрещивания были взяты представители наиболее крупных свиней – местных маршевых свиней – особей романской породы из Италии и Португалии, а также сиамских хрюшек. В то время в Англии выращивались в основном эти домашние животные с сальной продуктивностью. Поэтому перед селекционерами стояла задача вывести такую породу, которая отличалась бы мясо-сальной продуктивностью. Крупная белая в начале названия новой породе дали по имени графства, где они были выведены, свиньи стали йоркширцами. Прошло время и эта порода стала вырождаться. Известные заводчики вместе с селекционерами разработали стандарт породы йоркширцев. Селекционеры отобрали самых крупных самцов и самок и стали скрещивать породу в себе, не привлекая представителей других пород этих домашних животных. Результатом их трудов стало появление 50 хряков и 60 самок, полностью отвечающих стандарту породы. К концу 19 века этим свинкам официально было присвоено название крупной белой породы. Новую породу внесли в государственный каталог Англии, и заинтересовались фермеры из разных районов Англии. Впоследствии представители этой разновидности стали закупать фермеры из других стран. Так большая белая свинья появилась и в России. Местные специалисты также занимались усовершенствованием крупных белых свиней. В результате в России появилась другая ветвь английских свиней, разительно отличающаяся от иностранных собратьев, у русских особей. Сложение тела стало более крупным, свинки лучше приспособлены к более суровому климату. У многих регионов России самки постоянно приносят не менее 10-11 поросят. Поэтому эти свиньи получили название русские крупные белые. Но масть этих свиней так и осталась нежно-розовой. Дополнительная информация, выводились крупные белые свиньи и как мясосальная порода, такой она остается и в настоящее время. Высокая мясная продуктивность данной разновидности привлекла к себе внимание российских селекционеров, поэтому свинок стали использовать для скрещивания при выведении новых пород или улучшения производительности уже существующих местных хрюшек. В процессе селекции было получено несколько новых разновидностей свиней, у которых отмечены положительные качества их родителей. Представители белых свиней и пород, выведенных на их основе, известны не только в России. В настоящее время русских хрюшек стали разводить во многих странах Европы, Азии, а также в Америке. Выводились крупные белые свиньи и как мясосальная порода, характеристики и особенности породы. Начать рассказ о крупной белой породе свиней и ее характеристиках надо с внешнего вида хрюшек. Эти свинки недаром получили свое название крупные. Уже к году поросята белые весят более 190 кг, если для них созданы нужные условия содержания, а также составлен правильный режим кормления. Кожа покрыта светлой густой щетиной, окраска кожи – бледно-разовая, без складок. Хряк в длину вырастает до 1,9 метра, свиноматка – до 1,7 метра. Шея – средней длины, ее толщина немного больше, чем у других видов. Главное отличие белых свиней – широкие спина, задняя часть и грудь. Конечности – средней длины, крепкие и мощные копытца, широкие. Боров обычно весит не менее 320 кг, свиноматка – около 220 кг. Важно! Особи отличаются высокой скороспелостью, быстро наращивают массу тела. К году молодые свинки набирают примерно 2,3 массы взрослых свиней. За одни роды свиноматка приносит от 10 до 12 поросят, что является высоким показателем рождаемости. Новорожденные поросята белые весят не менее 1,2 кг, но уже к 2 месяцам они набирают примерно 19 кг веса. При правильно подобранном рационе поросята ежедневно прибавляют в весе до 0,9 кг. За период лактации свиноматка дает до 100 кг молока, этого количества хватает для кормления всего новорожденного молодняка. Выживаемость поросят близка к 100%. Такая высокая выживаемость молодняка говорит об их высоком иммунитете, а также о наличии у свиноматки достаточно количестве молока. Таково краткое описание крупных русских свиней. Интересно, при убое данного вида хрюшек фиксирует выход мясной продукции не менее 82%. Особенности разведения породы Разведение породы начинается с правильного выбора поросят. Обычно приобретается молодняк в двухмесячном возрасте. Здоровые особи этого возраста весят не менее 19-21 кг, они активны, быстро передвигаются по выгону, имеют прекрасный аппетит. Но такие поросята не вносят прикосновений незнакомцев и сразу бегают. Если же молодое животное равнодушно к прикосновениям, предпочитает тихо лежать в тени, покупать такое животное не стоит. Многие заводчики хитрят при продаже молодняка оптом обязательно подсунут в стадо несколько ослабленных экземпляров. Поэтому при покупке поросят в больших количествах также необходимо осматривать внимательно каждого из них, как при покупке нескольких штук. Совет. У продавца следует спросить, каков был рацион молодняка, чтобы при смене места поросятам не пришлось привыкать и к новой еде. Все особи крупных белых свиней имеют склонность к ожирению, поэтому рацион их питания составляется таким образом, чтобы свинки набирали вес, но не слишком ожирели. Поэтому все корма должны быть тщательно сбалансированы. С приходом теплого времени года свиней обязательно выпускают из помещения в огороженные вольеры. Место для выгула должно быть достаточно просторным. Там следует заранее посеять зелень, которую с удовольствием будут есть эти хрюшки. При этом при подготовке вольера обязательно следует предусмотреть навес, под которым свинки будут прятаться от солнечных лучей и дождя. Солнце может стать причиной появления на их нежной коже ожогов. Поэтому в чересчур жаркое время суток поросят лучше загонять в помещение. Поросята примерное меню этих свиней должно выглядеть следующим образом. Комбикорм, бобовые, листва капусты, любые фрукты, овощи, морковка, свекла, брюква. Этим животным нужна соль, поэтому возле кормушек ставят камни лизунцы, либо добавляют в дробленную пищу чайную ложку соли. Кормить свиней следует 5 раз в сутки. Важно! Поилки должны быть всегда чистыми, воду в них меняют не реже раза в сутки. Зимой воду хрюшкам заменяет снег. Свинарники должно быть чисто постоянно. Загоны для свиней нужно делать просторными и удобными. Подстелки должны быть сухими, особенно у свиноматок с новорожденными поросятами. Также следует предусмотреть в помещении хорошую вентиляцию при полном отсутствии сквозняков. В полу проделывают неглубокие траншеи, по которым выходят все продукты жизни и деятельности свиней. В зимнее время при необходимости следует устанавливать в свинарники отопительные приборы, чтобы животные не мерзли. Конструкции внутри свинарника делают из крепкого дерева, которое не ломается даже тогда, когда свиньи чешут о них свою спину. Молодняк помещается в загоны размером около трех кварталов. Метров самки необходимы около четырех кварталов. М. А свиноматки с поросятами требуется пространство до 6-6,5 кварталов. М. Молодые свиньи в загоне преимущества и недостатки породы. Популярность крупной белой породы свиней обусловлена следующими положительными качествами. Порода акклиматизирована к выращиванию. В большинстве регионов России не требуется особый режим питания. Эти свинки спокойно перерабатывают практически любую пищу. Гены имеют гибкую структуру, высокая плодовитость свиноматок, скороспелость очень высокая. К основным породным недостаткам можно отнести, если питание свиней организовано неправильно, то у особи развивается ожирение, слишком мягкие баки. Отмечается сильное свисание крестца у кожи, слишком светлый окрас, поэтому находясь длительное время под солнечными лучами хрюшки могут получить ожоги и плохо выносят сильное понижение температуры воздуха. Хотя и недостатков у породы достаточно много, но их можно свести к минимуму, если правильно организовать уход за этими домашними животными. Точка.